Всем привет! Меня зовут Лиана, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я решила вам показать свою подборку осенних ароматов именно на раннюю осень. Это сентябрь, начало октября. Так как ароматов у меня немало в коллекции, когда наступят холода, более холодные дни, парфюмы сменятся. Сегодня у нас с вами будет 8 ароматов, таких достаточно интересных. Я так на них посмотрела, что-то у меня получилась такая супер цветочная подборка. Так, и первый аромат в данной подборке, это у нас вот это вот, ну господи, я даже сказать не могу ни единого слова. Я его просто обожаю, начиная с дизайном, заканчивая ароматом, стойкостью, шлейфом. Мне очень повезло найти на барахолке именно старую версию, а, я уже вам не сказала, это у нас Burberry London. Произведен он у нас в 2006 году. Я на всякий случай все выписала, потому что далеко не все помню. Мне повезло найти на барахолке именно старую версию, когда этот аромат выпускался еще в Лондоне, в Великобритании. Потому что сейчас его выпускает уже Германия. И, насколько я поняла, что аромат переформулирован. Я в Ле Туалет тестировала, мне тоже понравился, но незначительные какие-то нюансики, различия все-таки присутствуют. Это у меня 50 миллилитров супер красивого, женственного, цветочного аромата. Он, знаете, он очень круто смотрится. Как смотрится? Ага, ну он смотрится-то очень круто, да. Да, его очень классно сочетать вот с какой-то вот подобной одеждой. Ну, не знаю, вот я на него смотрю, и мне прямо хочется что-то такое немного как будто бы офисное надеть. Какой-то тренч, плащ, вот что-то вот такое. При этом он очень круто звучит. Вот в сентябрьскую такую вот именно золотая осень, на улице солнце. Просто, ну просто красота. Так, по пирамидке у нас в верхних нотах жимолость, танжерин, роза. Средние ноты жасмин, тиаре, пион, клементин. И базовые ноты мускус, сандал, пачули. Я слышу здесь танжерин, жасмин сладенький, розу, клементин. Такие белые цветы сладкие. Не кремовые, но такие. Они мягкие, очень обволакивающие. Это как твоя вторая кожа, но при этом шлейф такой километровый. То есть он сливается с тобой, звучит реально на километры. В свое время, когда я заказывала его, я заказывала его на Авито, почтой России открыла, пшикнула. И девушка, женщина за стеклом, она услышала этот аромат, говорит, какая прелесть, какая красота. Так, так как ароматов у нас много, я сильно не буду задерживаться. Пойдем дальше. Второй аромат, это у нас тоже Бербери. Вот так вот. Здесь вот такая вот штучка, такая фольгированная кожа, как будто бы. У меня уже, может, человек ткнул сюда пальцем, сделал мне дырку. Ну ладно. В общем, это у нас Бербери Лондон Спешл Эдишн. Произведен он либо в 2008, либо в 2009 году. Если честно, на фрагрантике написано 2008, на каких-то других сайтах 2009 год. Вот. Ну какая это красота. Здесь у меня уже 100 миллилитров. Производство. Производство Великобритании у нас 100 миллилитров. Это уже немного другой аромат по сравнению со своим собратом старшим, так сказать. То есть это уже более холодный такой аромат. Цветочный здесь, жасмин такой колкий. Вот от него прямо веет холодом. Я его носила в супер дождливую погоду с тренчем. Он очень красиво играет. Очень красиво играет. Так. В верхних нотах у нас розовый перец, грейпфрут, мандарин. Средние ноты цикламен, роза, ландыш. И базовые ноты, древесные ноты, мускус. Я слышу здесь перец, горький грейпфрут. Жасмин не заявлен, но жасминчик я тоже слышу. Примерно такой же, как в первом аромате пербери лондон. Ландыш слышу. Древесные ноты, да, на коже уже потом, со стечением времени. Слышно немного какие-то такие, ну такую деревяшистость. Такую немножко мокрую. Мускус. Да? Мускус так же. Ну боже, это такое. Я хочу сделать вот так. Вот он. Такой грейпфрут. Ландыш. Очень горький грейпфрут. Очень красивый аромат. Также очень женственный. Я, если у них еще в линейке есть такой же аромат мужской. Но я и вот этот вот, которая женская версия, я бы сказала, что это такой вполне себе унисекс. И очень хорошо будет выглядеть на мужчине. Так, идем с вами дальше. Дальше у нас это вот такая вот моя красота. Я, кстати, в телеграм-канале у себя. Обязательно подписывайтесь. Я оставлю ссылку в описании. Ссылка в описании моего канала есть. Также я писала про него пост. Такое сердечко. Сладкущее сердечко. Это у нас Антонио Бандерас. Хио Сикрет Темптейшн. 2017 год. Выпуска. Верхние ноты розовый перец. Нироли. Средние ноты ирис. Роза. Жасмин. Базовые ноты сахарный тростник. Почули. Амбра. Мускус. Вот такая пирамида, но она у меня немножечко в голове не складывается. Я здесь слышу такую сахарную розу. Да, сахарная роза. Розовый перчик так тебя согревает. Ты распыляешь на себя, и тебе прям становится уютно, тепло, хорошо. Вот эта вот сахарная роза. И я бы сказала, что как будто бы здесь присутствует просто море красных сладких ягод. Потому что этот аромат, он очень сладкий, очень согревающий. Он, к сожалению, не совсем стойкий, не совсем шлейфовый. Но на одежде, в принципе, остается. Можно какие-то отголоски на следующий день услышать. Ну, аромат просто прелесть. Поднимает настроение. Я пока работала, пользовалась им каждый день. Он поднимал мне настроение. Я просто входила с ним в эти рабочие часы. И радовалась. Так, дальше. Четвертый парфюм. Этот парфюм, я решила его включить в свою подборку, потому что он у меня ассоциируется именно с месяцем сентябрь. Его, к сожалению, нельзя приобрести в России. В ней его привезла свекровь из Израиля. Это израильский бренд какой-то, израильский парфюмерный дом, наверное. Называется Chablisse Eau de Parfum 100 миллилитров. Я пыталась найти информацию о нём. Нашла, что он продаётся на ebay. Ebay уже у нас в России ничего не отправляет, не поставляет. Ну, ничего страшного. Пыталась перевести информацию о нём. Там пишут вечно о каких-то лепестках роз. Но это для меня чистый такой зелёный сладкий виноград. Ну, Chablisse, это же у нас вроде сорт вина. Вот я и думаю, скорее всего, это какое-то, знаете, белое вино. Я не чувствую алкогольность, но я чувствую именно зелёный такой виноград. Очень сладкий шлейф просто такой тоже очень потрясающий. Очень женственный, поднимающий настроение. Просто суперпраздничный парфюм. Мне очень нравится. Я очень рада, что у меня есть такая штучка. Вот. Да, жалко, что в России нельзя нигде купить, но... Так, идём с вами дальше. Снова у нас суперцветочный парфюм. И это у нас Элизабет Орден, Орден Бьюти. Вот такой вот кирпичик прекрасный. Мне его также прислала свекровь из Израиля, но его можно у нас приобрести, пожалуйста, на сайте Рандеву. Цена замечательная на него. Так, Орден Бьюти, 2002 год выпуска. Так. Верхние ноты. Зелёные ноты. Цветок. Ириса. Ирис. Бергамон. Средние ноты. Лотос. Ревень. Лилия. Имбирь. Орхидея. И базовые ноты. Мускус. Сандал. Амбр. Для меня это, не знаю, это какой-то чистейший просто цветочный павильон. Знаете, такой уютный, красивый, где цветы, они так подобраны по цвету друг к другу. Букеты стоят красивенные. У меня просто нету слов. Я сперва подумала, что не буду пользоваться этим парфюмом. Ну, как-то вот я его пшикнула, думаю, ну, цветы, 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 цветами. Он немножко постоял пару дней. Я пшикнула себе на пижаму дома. Думаю, ну, ладно, буду дома использовать. И как он красиво играл, очень женственно. Он действительно ассоциируется с какой-то золотой осенью, с каким-то, возможно, праздником. Вот ты идешь на день рождения, заходишь в цветочный магазин, либо подходишь к какому-то цветочному павильону. И вот это вот все вот так вот вместе, разные цветы, пахнут их множество. Просто множество красивенных цветов. Это очень женственный аромат. Он достаточно стойкий, я вам так скажу. У меня пижама пахла пару дней. Шлейф такой, он интимный, но вы его ощущаете очень красивый. Еще один мой красавчик. Я в него влюблена. Изначально я его, когда послушала в Литуаль, я подумала, ну, как-то не очень. А потом, как это все на мне раскрылось? В общем, ладно, переходим. Это Жозе от Айзенберг. В 100 миллилитрах. Вот такая вот байда. Огромное просто коробище. Я его держу в коробке просто потому, что мне очень нравится картинка. Данная картинка описывает, мне кажется, просто всю атмосферу этого аромата. Давайте откроем. Я вам покажу, как это все выглядит внутри. Вот так вот это все раскрывается. Здесь у нас находится вот такая вот книжечка с ароматами из данной линейки. Это просто красота. Флакон неимоверно тяжелый. Он очень минималистичный. Вот такой вот у нас с вами куб. Огромный. У меня просто нет слов. Я, если честно, не нашла почему-то нигде год производства, год создания, точнее, этого аромата. Я уже вчера писала пост также в телеграм-канале. Я его продублировала, этот пост, на этот канал. Ну, это красота. Вот я очень ждала. Я его приобрела в начале... Нет. Да, в начале, по-моему, лета, либо в конце весны. Вот он у меня все лето простоял. И он ждал вот своего времени, этой поры, именно начала осени. Я его вчера надела. Это такая красота. Он у меня ассоциируется именно с такой немного пасмурной погодой, но без дождя. Когда девушка, очень уверенная в себе девушка, с макияжем, таким, знаете, с макияйс, идет, скорее всего, наверное, как и на коробке у нее сигаретка такая дамская. Возможно, толстая сигаретка. Но я не курю, поэтому, в общем, просто вот именно атмосфера данного аромата. Она идет, шагает очень уверенно по городу. У нее в руках стакан с черным кофе, с горячим, таким обжигающим, потому что аромат тоже обжигающий. Он, с одной стороны, холодный, прохладный, такой, знаете, немного... Он не всех подпускает к себе, но при этом кофе очень обжигающий. Пирамида достаточно такая, ну, обширная. Но я здесь слышу шикарную лаванду, которой посыпали эспрессо в белой чашке. Все. Немного, немного приходят сладости. В базовых нотах у нас там присутствует ваниль, бобы тонка. Скорее всего, вот эта сладость такая небольшая. Это абсолютно не сладкий парфюм. Такая небольшая сладость. Она именно вот за счет базовых таких нот у нас приходит. Так, верхние ноты мята, лимон, жасмин, бергамот. Средние ноты лаванда, кофе, артемизия. И базовые ноты амбра, сандал, пачули, мускус, ваниль, бобы тонка, мох. Мха я не слышу. Ну, вот у меня именно вот в голову приходят только лаванда и кофе. Ну, и небольшая сладость. И, возможно, да, вначале слышно вот эту цитрусовость, лимон, бергамот. Но только при распылении. Все. Для меня это лаванда и черный кофе. Очень уверенная в себе девушка. Не всех к себе подпускает. Точно так же, как и данный аромат. Так, и последний парфюм у нас с вами. Я его приобрела, когда он только вышел. Придумала для него даже место, куда я его буду надевать. И это лес. Лес. Точно так же, как у нас на данной картинке изображен лес. Я придумала, что я его буду носить, надевать именно, когда буду выходить в лес. Для прогулки, либо собирать грибы. И это у нас тартуфа от Bracard. Такой, знаете, бюджетненький аромат. Он достаточно стойкий для туалетной воды. Верхние ноты у нас имбирь. Средние ноты палисандр. Жасмин. Самбак. Фиалка. И базовые ноты, бальзамические ноты. Белый сандал. Вирджинский кедр. Животные ноты. Здесь у нас изображен прекрасный олень. Если бы у нас в Екатеринбурге ходили олени в лесу, точнее, в ближайших лесах от города, куда я могу позволить себе попасть, я была бы очень рада. Я не знаю, меня бы, наверное, затоптали. Господи, что я несу? У меня такие эмоции. Я давно не снимала видео. Просто. Я ощущаю здесь какую-то, давайте я даже сделаю вот так, какую-то влажную траву от дождя. Какие-то действительно бальзамические ноты. Немного сладковатые. Вызывает именно желание уйти далеко в лес. Куда-нибудь, знаете? В Сибирь уехать. Закрыться от всех. Этот парфюм, он для тебя одной. Он будет с тобой, он будет близко к коже сидеть. Он, знаете, он для того, чтобы подумать, побыть с собой наедине. Действительно, для прогулки в лесу. Очень достойный парфюм. Я не буду говорить, что он звучит дороже своих денег, потому что своих денег он стоит. И вот он звучит просто как достойная туалетная вода для того, чтобы побыть с собой. Что ж, я надеюсь, вы еще заценили вот такую вот шикарную брошь в виде листка. Также у меня к этой броши серьги точно такие же. Я хотела передать вот такими акцентами, аксессуарами настроение осени. Я осень очень люблю, просто обожаю. Это самый любимый сезон года. Он для меня даже более романтичный, нежели весна. Я очень рада наступлению осени. Очень рада, что я могу достать данные ароматы, начать ими пользоваться. Также, как я уже сказала в начале видео, когда погода станет более прохладной, я достану другие ароматы. Обязательно сниму про них видео. Еще хотела сказать, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Также у меня есть чат, он называется «Разговоры с подругой». Вы сможете его найти, этот чат, в моем телеграм-канале. Ссылку я оставлю, опять-таки же, как я уже сказала, в описании под видео. И в шапке профиля этого канала. Также здесь будет название. Переходите. Там я пишу посты. Там мы с вами сможем пообщаться. Вы можете мне написать что-то, спросить. Мы сможем с вами поговорить. Я очень старалась. Надеюсь, вам понравилось это видео. И жду вас снова на своем канале. Субтитры сделал DimaTorzok